Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Химики, энергетики, строители и металлурги. Скоро такая стела будет встречать на въезде гостей Балакова и напоминать о том, как развивался наш город. За время пяти всесоюзных ударных комсомольских строек в 60-70-х годах прошлого века население нашего города увеличилось с 50 до 200 тысяч человек. И первым объектом, на строительство которого съехались тысячи молодых специалистов со всего Советского Союза, стала Саратовская ГЭС. И сегодня мы расскажем о том, как Балакова стал городом энергетиков. В 1953 году на берегу Волги появились изыскатели. Им нужно было выбрать место, подходящее для возведения гидростанции. Вариантов было много. Исследования проводились по берегу от Алексеевки, Хвалынского района и до Маркса. Четыре года изысканий и решение принято. ГЭС будет рядом с Балаковым. А в это время на Украине заканчивал школу 14-летний Ваня Бибик, которого из-за возраста не хотели брать ни в один из техникумов. Зря родители отдали на учебу в 6 лет. Но выход нашелся. Муж сестры говорит, давай гидроэнерготехникум. Там вроде нет ограничений, если что я договорюсь, чтобы тебя приняли. Ну вот я и поступил в гидро. И, наверное, Господь Бог направил. И после окончания техникума парень приехал на строительство грандиозного объекта. Попал, что называется, в самую гущу событий. Зарплату строителю-комсомольцу платили приличную 200 рублей, при средней по городу в 50 рублей. Но не только за деньгами ехали в Балаково молодые специалисты. Многие стремились попасть на строительство исторических значимых объектов. Несколько тысяч человек со всего союза гидромонтажа. И ввели верхний БИЭФ, нижний БИЭФ и левобережная монтажная площадка, на которой собирали затворы. Мы работали с 8 утра и до 21-22, пока весь световой день работали, чтобы затворы собирать. Первоначальный проект строительства ГЭС напротив острова Пустынный заменили на другой. И станцию начали возводить ближе к городу. Иван Бибик тогда хоть и был молодой, да неопытный, но при этом ответственный. Поэтому и доверие со стороны руководства получил большое. Геодезию я сдал на отлично. Попал я в бригаду «Колевошка» Анатолия. И он мне предложил, говорит, так как ты знаешь, давай с нивелиром выставлять затворы. Ну понятно. Остальные, говорит, мужики, ну что там по 8 классов было все. И вот я начинал выставлять, крепить. За год в 67-м году гидромонтаж, тоже нигде нету, выполнил 17 годовых планов. 17. Да, гидромонтаж получил переходящее красное знамя Министерства энергетики и электрификации СССР. А Мощенского нахрадили орденом трудового красного знамя. 2 ноября 1967 года перекрыли «Волгу» и начался монтаж первых гидротурбин. А уже через 4 года Государственная комиссия приняла Саратовскую ГЭС в постоянную эксплуатацию, включив ее в единую энергосистему страны. В 70-х годах прошлого века в регионе возникла необходимость в электроэнергии, несмотря на то, что здесь уже действовала Саратовская ГЭС. И поэтому было принято решение о строительстве Балаковской АЭС. Место для ее расположения подсказала природа. В 8 километрах от Балакова Солончакова и Бедная почва малоценная для сельского хозяйства. Здесь низкие грунтовые воды, ровный рельеф, хорошая продуваемость. Близкое расположение реки давало возможность организации прудоохладителя. Поскольку это был объект повышенной опасности, то трудились над его строительством самые лучшие специалисты. Был очень мощный инженерный состав. Стрелков начальника инспекции, Горящий Александр Ильич, начальник технического отдела. Потом был Панкратов, замначальника производственного отдела. Ну, все были такие. И одезия была, Шатков Виталий Николаевич сильная. Иван Николаевич Бибик стал участником и этой всесоюзной комсомольской стройки, поменяв гидроэнергетику на атомную отрасль. Вместе с ним трудились такие же молодые люди, которые приехали в Балаково строить будущее. Их участок стал единственным в Саратовской строе комсомольским молодежным участком. Коллектив атомной станции состоял в основном из молодежи. И они вместе не только работали, но и отдыхали. И даже строили семьи. Кроме энергоблоков, молодым строителям пришлось возводить и другие объекты, необходимые для функционирования атомной станции, начиная от спецкорпуса и заканчивая столовой. От проектов отклонения не допускались даже на сантиметр. Дали 2 мм. Вот выставим вечером, утром приходят, их ветром сдул, 5 мм. Опять тянут мужики все. А потом на запорожке сеешь, и там палубка простая, кажется. Не надо таких всех этих 5 мм, ничего. Просто, чтобы бетон держать ее. Ну, первый раз страшно, все его атомные ходили все. Ну, контроль был, конечно, очень хороший. Комсомольцы-строители, большинство из которых уже участвовали в других ударных стройках, устраивали трудовые соревнования, а также митинги в честь значимых событий. Один из них, к примеру, прошел 2 декабря 1980 года под лозунгом «Принимай АЭС большой бетон». Так отметили укладку большого бетона фундамент. Вообще, лозунги и девизы были тогда неотъемлемой частью стройки. Вот такие агитблокады были развешаны по всей строительной площадке. И рабочие понимали, что они имеют отношение к чему-то очень грандиозному и масштабному. И это чувствовали все участники масштабных комсомольских строек. Я не для себя делаю, я для страны. Первый энергоблок «Балаковская АЭС» был включен в единую энергосистему в декабре 1985 года, а четвертый – уже после распада СССР, в 1993-м. Так в Балакове завершилась большая эпоха всесоюзных комсомольских строек, две из которых до сих пор обеспечивают население нескольких регионов страны электроэнергией.